привет ты снова на канале айти юзер help в этом видео я хочу рассказать тебе о том как переместить установленное приложение либо установленную игру с одной папки на другую в пределах одного компьютера предположим у тебя есть какая-нибудь тяжелая игра либо и приложение программа она установлена допустим в диске c и ты хочешь перенести не удаляя и заново не устанавливая ее с диска c на какой-нибудь другой диск на твоем компьютере в обычном случае тебе придется удалять эту игру тяжелую и потом заново устанавливать на новый диск это довольно сложно и чаще всего просто по времени долго есть способ как это сделать быстро или и легко и в этом видео мы как раз рассмотрим такой вариант но прежде чем мы приступим я хочу попросить тебя подписаться на канал поставить лайк этому видео оставить любой комментарий и не теряя времени давай приступим к нашей задаче прежде всего допустим мы будем на примере в приложении фубар но это может быть абсолютно любое приложение либо игра и прежде всего перед началом нам нужно закрыть все копии приложения и игры которые могут быть открыты ну либо перезагрузить компьютер ничего больше не запускать проверить чтобы это приложение было не запущено заходишь диспетчер задач через к тарел альт-дель и проверяя чтобы это приложение у тебя не было запущено не здесь не в идеале и в процессорах в процессах все проверили это приложение или игра которую мы собираемся перемещать не запущено далее нам нужно определиться с местом где конкретно установлена наша игра ли программа если ты знаешь что твоя игра предположим расположена в каком-то месте в точном определенном это хорошо если ты не знаешь где твоя игра расположена то просто нажимаешь на ярлык нажимаешь правой кнопкой мыши далее расположение файла левая кнопка мыши переходишь в эту папку где расположена твоя игра далее тебе нужно скопировать адрес скопировать адрес приложение либо игры для этого сначала клацаешь по свободному месту здесь чтобы ничего не выбрать никакой файл по свободному месту далее левая кнопка мыши здесь у тебя должен выделиться путь к твоей игре нажимаешь правой кнопкой мыши скопировать путь скопировали далее у нас есть две команды которые я напишу в описании тебе нужно будет просто скопировать их и использовать далее в этих командах которые будут в описании под этим видео тебе нужно изменить откуда то что в кавычках удалить и вставить то что ты только что скопировал это адрес твоей игры либо приложение где она установлена и соответственно куда куда мы должны сейчас определиться куда хотим установить предположим мы хотим переместить на диск d создадим новую папку создали далее мы заходим в эту папку куда хотим поместить то же самое делаем копируем этот путь копировать и вставляем в куда куда удаляем вставляем сюда то же самое делаем и здесь это копируем это вторая команда будет это первая команда у нас это у нас вторая команда и то же самое копируем путь куда есть все теперь нам осталось применить эти две команды но перед тем как мы это сделаем крайне желательно создать точку восстановления в твоей операционной системе windows и независимости от того как я windows 7 или 10 нажимаем впуске . восстановление я и нам нужно приложение создания точки восстановления в принципе этого делать не обязательно но для большей безопасности можно сделать чтобы в случае чего мы смогли откатиться назад и вернуть все как было до на этот момент зашли сюда создание свойства системы далее нажимаем создать далее даем какое-нибудь имя предположим сегодняшнюю дату и нажимаем создать ждем и и и и и Продолжение следует... Все, точка восстановления создана, закрываем, закрываем, далее нам нужна командная строка, запустить командную строку, то же самое, нажимаем пуск, в ней вводим CMD, английскими символами CMD, ввели, далее у нас вводим CMD. Сейчас в поиске нашлось такое приложение CMD, нам нужно его запустить обязательно от имени администратора, если ты просто левой кнопкой мыши нажмешь, скорее всего ты запустишь его под пользователем, нам нужно от имени администратора. Для этого мы правой кнопкой мыши нажимаем, запуск от имени администратора, левая кнопка мыши, выбираем, да, все открыли, от имени администратора, это видно по последней систем 32, далее нам нужно выполнить эти две команды, которые мы только что делали. Первую копируем, копировать, далее здесь мы нажимаем, либо правая кнопка мыши вставить, либо если этот вариант не работает, нажимаем просто КТРЛ, плюс. Либо КТРЛ, либо правая кнопка мыши вставить, либо на клавиатуре нажимаем КТРЛ и клавишу В. есть, вставили, после этого нам нужно нажимать нажать Enter, нажали, происходит перемещение файлов, сделали, теперь нужно применить вторую команду, для того чтобы появилась ссылка в диске C, появилась ссылка на новую программу, теперь которая будет располагаться в новом месте. чтобы система знала, где располагается наша программа, либо приложили, либо игра, либо приложение, то же самое, вставляем, либо КТРЛ, нажимаем Enter. Все, появилось, соединение создано для C, для чего и куда. Далее мы можем перейти в то место, куда мы сохраняли программы и видим, что теперь здесь в программах появилась наша программа FUBAR, переместилась с C в D. Можем ее открыть, проверить работает или нет, все работает, вот приложение работает, только оно теперь находится в диске D и занимает место там. Это понятно, так еще момент, соединение создано для C, это если у вас Windows на русском языке, если у вас на английском языке, то будет conjunction created, что-то такое. Далее, в принципе, на этом все, что вам нужно, вы можете спокойно пользоваться, но если вы хотите вдруг проверить с помощью командной строки, реально ли создано соединение, было создано, мы введем такую команду еще. Английскими символами добавим в C, S, D, Английскими символами S, D, пробел. Копируем. Скопируем вот это C program files, то что у вас находится, то есть, либо будет либо C program files x86, либо просто C program files без x86, что у вас. Копируем. Копируем. Вставить. То есть, мы переходим, чтобы командная строка перешла в эту папку не с систем 32, а с program files, начало выполнять действия. И далее, мы нажимаем dir, то есть, узнать, что в этой папке у нас. нажимаем тут много 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 всего но видим что в этой папке еще есть джакшин джанкшин это по-русски соединение то есть то что мы только что сделали соединение если у нас есть в этой папке джанкшин то мы соответственно убеждаемся в том что операция прошла успешно и соединение создана джанкшин то есть вот и для чего для фубах и куда d программы 01 то есть с помощью этой команды вы спор принципе сможете увидеть все соединения которые вы делали если вы хотите много программ переместить с одного диска на другой то у вас будет для каждой программы или приложения такой вот джакшин соединения диски в диске c в исходном диске в диске c в программ файл или в программ файл с x86 зависимости от того какого с операционной системы на этом все можно закрывать и дальше пользоваться программой как пользовались раньше на этом у меня все если видео было полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте комментарий и уж совсем круто будет если нажмете колокольчик который находится справа от кнопки подписаться команды одну и вторую я оставлю в описании так что смотрите проверяйте копируйте им аккуратно то есть попытайтесь не не пробел нигде лишнее не поставить не удалить команда должна выглядеть именно так как она будет у меня в описании единственное до меняете меняете под себя под себя меняете только откуда и куда эти все параметры меняете на этом все всем пока до конца до конца